так друзья стоят у нас тут младший и старший брат два трактора оба в печальном состоянии вот этот вот кировис к 744 r2 двигателем mercedes в общем два раза двигатель забирали на ремонт и оба раза вообще печально то есть такие серьезного не поработал сейчас просто там литрами просто масло через сапун кидают грибкина передвигаться но передвигается но грубо говоря в аварийном режиме работать не может я уж показал да там уже полная немножко наполнилась это сапуна вот так масло туда льется короче в общем так и не получилось это движок сделать таки трактор в этом году не поработал нормально второй тоже вечная проблема постоянно ломался два раза наверно прошлом году шатун меняли там два раза прошлом году шатун меняли в общем там постоянно проблемный движок был его толком не доделывали ни разу по моему вроде как сейчас гена уже все психанул и внезапно для всех внезапно для всех гена из трактористов перешел мотористы смотрите сколько у него тут движков теперь стоят раз mercedes-овский два ямаза 238 и 3 mercedes в общем начал он со своего движка ну как свою свою нету вообще стоит который два раза ремонтировали на тракторе помните мы там хозяйство привозили два движка убитых там еще в хлам то есть которые шли под металлолом в общем геннадий психолог решил сам собрать движок грубо говоря из металлолома купили там необходимые запчасти все что нужно было гильзы новые да вот эти коробки синие от них шаген да гильзы поршневая группа полностью новая все старая выкинули вот так да вон она видно но че еще там теплообменник теплообменник ну в общем много прокладку я заменил то что здесь на этом двигателе поршневую группу кильзы поршневая клапана притерты все клапана притерты все уплотнения вкладыши там стоят новые они не притерлись я их не трогаю коленвал в хорошем состоянии распредвал на четверку по крайней мере толкатели подобрали двух двигателей один комплект по крайней мере в любом случае уважение гене вот все чисто аккуратно все гену собрал эти все клапана притерты в любом случае гене огромное уважение если этот движок еще и как два-три года работать будет то я вообще не знаю до сервиса два года ой два раза собирали ничего не смогли толком нормально сделать движок очень не работает за там непонятно да здесь клапаном тоже там проблемы были начали притирать здесь не клапана сейчас это вот у нас выпускной клапан начали притирать а у него получается только сейчас фокусируем фокусируется клапана начали притирать а он оказывается наполовину только притирается сначала что-то не поняли потом вторую также притерли они оказывается были гнуты но визуально это вообще незаметно то есть если их покрутить там то заметно будет прям то что они гнуты в общем они перегреты по-моему здесь синего на них прям очень сильно на камеру незаметно кстати сильно синего это вот выпускные вообще кривые все были а вкусные нормальные в общем грубо говоря двигатели собрали один притерли теперь все хорошо этот ждет там какие-то некоторые несколько запчастей здесь с этим движком последний раз поле работали с дискатором шли по полю короче там целина была температура стояла нормально 80 давление тоже было коробки всегда и под конец там какой под конец ну имею ввиду конец участка поля когда доехали надо было развернуться он нагрузка пошла короче и заглох просто в итоге там как выяснилось вот гена показывает сразу да в общем там коленвал весь забитый был и как бы масса даже до вкладышей коренных не доходил везде вот такие затиры один полностью заклинил и до шатунных не доходил грида я не разбирал не видел вот гена говорит что и эти вкладыши там убиты в общем коленвал заклинил его притащили сюда в этот раз за него тоже взялся гена то есть сейчас его точно дома доведет и с ним реально можно будет в поле работать а на кургане я с ним работал в принципе недели две вроде там нагрузки не было особо наверное как-то работал а вот поле выехали и сразу встал кстати здесь тоже коленвал после расточки все каналы открывали продували прочищали там есть какие-то заглушки специальные которые снимаются металлические потом гильзы абсолютно новые тоже вот они коробки стоят от них кольца новые поршни кстати те поршни там нормальные за головками чем в прошлом году вроде как разобрались все хорошо а тоже перебирать божда ну да там только одну головку вроде как нормально восстанавливались в общем сейчас идет процесс сборки тут ждем детали тут вроде в принципе все есть тут работает доработать да а то движок он все теперь уже донор да тоже собирать что будешь совета то что не хватает мы пишем и он соберется зимой круто хорошо не эти движки то они принципе того стоит да мерседес все таки них мухли мухли в общем здесь куча вещей всяких деталей я не знаю как тут где в них разбирается как короче ну просто талант где на все таки вот так вот буду смотреть будем следить за этим мерседесом все таки я уверен на 98 процентов то что это двигатель будет работать 2 процента мы скидываем на запчасти на качество запчасти я думаю форсунок нету выписал сабита и насос на сексе надо отремонтировать в казань куда уехали мы сейчас решим еще не уехали турбина с ремонта все остальное есть в общем работать будет покажем обязательно секция форсунка будет на день работы максимум еще и перекинуть на трактор тебе и полдня мне кажется поставок сколько ты раз тоже движок разобрал тот пускай сами снимать как сниму сразу эту поставлю ну все понятно в общем вот так вот друзья процесс идет вот он тот самый двигатель mercedes м457 который гена сам полностью собрал ну как тут еще по мелочи осталось допустим сегодня вот буквально на днях важны уплотительные кольца форсунки привести вот они вот сюда устанавливаются ну форсунка 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 оттуда тут подвод магистраль поэтому коллектор пока еще не установлен не хватает еще пока той крышки с сапуном ну и по мелочи там это заглушится по-моему в общем как раз дядя коля приехал на погрузчике только что отцепил он ковш с ротеем сейчас надо будет этот двигатель перевести в соседний бок вон он ковшу же только что дядя коля его цепил двигатель надо перевозить аккуратно поэтому специально для этого вызвали дядю колю так как вот самые опытные самый старый специалист больше всех тут работает погрузчики дождик до сих пор не останавливают сегодня уже целый день льет без остановки не прошло и 5 минут как привезли сюда двигатель он уже установлен в принципе там много времени нужно было там четыре подушки четыре кронштейна подвели краном спустили поставили в общем сейчас крепит болты коробка на месте двигатель на месте отдельно еще придется устанавливать рпн потому что без него вроде как легче было устанавливать и остается еще кабина ну да кран то у нас тем более он ему уже сто лет поставил его установили уже надежды на него практически никакой нет в любой момент может что-нибудь оборваться там или тормоз отказать его не допустим даже в общем по времени говорит еще здесь полдня кита если все запчасти будут осего так потом запой с нетерпением ждем первый запуск этого двигателя и также посмотреть его в работе в поле как вы будет работать будет просто интересно в общем друзья вот он тот самый кировец к 744 r2 трактор у гены то есть трактор с которым работает гена наконец-таки он в поле наконец-таки за сниму видео как он работает так тем более все просили показать в общем двигатель работает замечательно то двигатель который гена сам перебрал в общем сейчас надо обрабатывать чистый пар вот есть культиватор у него я уже много раз рассказывал показывал шириной захвата вам 14 метров сейчас раскладывается в рабочее положение я не знаю звук работы двигателя здесь слышно или нет но работает он отлично единственная компрессор который в комплекте этим двигателем был воздушный компрессор я имею ввиду она вроде немножко гоняет масло в ресивер ну компрессор гена он не трогал осула чем разбирался все культиватор практически рабочем положении все работа пошла а вот теперь слышно как звучит двигатель как всегда пылище нормально он поехал довольно таки быстро в общем здесь поле подготавливают его для осенних посевных возимой пшеницы по моему здесь уже два раза проходили в этом году дискатор сейчас проходит культиватор да погода конечно странная вроде и печет но ветер сильный даже звука трактор не слышно не доходит сюда хотя расстояние тут метров наверное 60-50 может вот сейчас слышно обязательно сделаем пару красивых кадров на экшн камеру покатаемся с геннадием в кабине не к 744 именно вот эти катов выпусков именно вот эти вот железные которые идут полностью они конечно хорошие вот крылья железные там супер прочные сзади да везде в принципе железо которое можно моментально подлатать, залатать, выпрямить молотком в плане этого конечно замечательно и поэтому это да вот вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...